Прием подачи Прием подачи – одно из самых сложных действий в игре, требующее не только технических навыков, но и внимания, чтобы определить вращение мяча, заданное соперником при подаче. До контакта мяча с ракеткой необходимо игнорировать любые движения руки и фокусироваться только на завершающем движении. Пока мяч не коснулся накладки ракетки, она никак не влияет на его вращение. Поэтому правилами запрещается закрывать мяч рукой или корпусом при подаче, чтобы соперник видел момент касания мяча с ракеткой. Высокий подброс мяча за счет набранной им скорости и полученной от этого энергии может добавить как больше силы вращению, так и скорости длинной подачи. Но при этом усложняет ее, так как требует от подающего хорошего чувства мяча для его обработки. Не отвлекайтесь на сам подброс или траекторию полета мяча. Важен только контакт мяча с ракеткой. Какие виды базовых вращений бывают и как определить, какое из них – верхнее, нижнее, боковое вращение или плоский мяч без вращения? Если мяч при подаче касается нижней половины ракетки, ему придается нижнее вращение, независимо от последующего движения ракетки вверх или вниз. При подаче с нижним вращением, чем больше открыта лопасть ракетки, находясь параллельно поверхности стола, тем сильнее вращение. Также силу вращению добавляет резкое движение кистью на мяче. При нижнем вращении мяч после касания поверхности стола замедляется. Когда мяч при подаче касается верхней половины ракетки, в этом случае важно наблюдать за последующим ее движением. Если оно идет наверх, то вращение будет верхним, а если вниз, то мяч будет плоским, то есть без вращения. При верхнем вращении мяч после касания поверхности стола ускоряется, наскакивая на вас, а при плоском – стелется, не меняя своей скорости. Если мяч вращается по часовой стрелке и после отскока движется в левую от вас сторону, то при подаче был совершен удар по левому боку мяча, который придал ему левое боковое вращение и наоборот. Так, к примеру, у левшей при подаче маятник присутствует правое боковое, а у правшей – левое боковое вращение. Игроки, владеющие подачами с базовыми вращениями, начинают чаще совмещать нижнее и верхнее вращение с боковым. Однако недостаточно определить только вращение. Многие игроки варьируют длинные подачи с короткими, чтобы усложнить прием сопернику. При длинных подачах первое касание мяча происходит ближе к краю стола, а при коротких – ближе к сетке. Это даст возможность определить длинный или короткий мяч еще до момента касания его на вашей стороне. Скорость полета длинного мяча значительно быстрее, что потребует от вас хорошей реакции и не даст много времени на принятие правильного решения. Дополнительные подсказки, которые помогут вам правильно просчитать подачу. Если после подачи виден маркер мяча, то вращения нет или оно совсем незначительное. Если при контакте мяча с ракеткой задействована кисть, то у мяча будет вращение. Чем более звонкий звук при подаче, тем меньше вращение на мяче. Полет мяча. Ускорение после отскока – верхнее вращение. Мяч замедляется – нижнее вращение. Стелется или летит с той же скоростью после отскока – плоский мяч без вращения. Если отскакивает в сторону – боковое вращение. Независимо от вида вращения и длины подачи, принять ее можно как защитно, так и начав атаку, стараясь сразу захватить инициативу в розыгрыше. Об этом мы расскажем во второй части видео – как принимать подачи с разным вращением. Субтитры подогнал «Симон»